Мероприятие развернулось в фойе Зимнего театра. Здесь и выставка военной литературы, и конкурс чтецов. Рядом школьники показывали театральную постановку «Азорь из Истихии». Другие участвовали в викторине «Знатоки истории Великой Отечественной войны». Многие ребята останавливались у экспозиции «Сочи. Город-госпиталь». Это все-таки наша история, поэтому она должна интересна быть не только мне, но и каждому. Все должны ее знать. Я смотрю очень много документальных фильмов про войну, и мне очень интересно. В каждой семье очень много героев, и в моей семье также война коснулась. Мои две бабушки, прабабушки, они перевозили оружие. Они прятали его под рыбу, под какие-то продукты, и перевозили его незаметно на войну. А дедушка воевал, его взяли в плен, но он не сдавался. Чем дальше уходит время, тем важнее собирать информацию с первых уст. Участнику сегодняшнего мероприятия Борису Винникову, когда началась война, было всего три года, но воспоминания до сих пор свежи. Семья жила в районе Курской дуги, где шли ожесточенные сражения. Село переходило из рук в руки. Фашисты выгнали всех из дома, где организовали свой штаб. Я стоял рядом, мама держала меня за руку, а полицай, некий Телегин, это со слов мамы, я фамилию помню, приставил пистолет к виску мамы, спрашивал, где ваш отец коммунист, где ваш муж коммунист. Это и предопределило решение многих детей войны в дальнейшем становиться защитниками Родины, получить военную профессию. Дети войны набивались теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. И когда я забыть не смогу, игрушки прямо на белом слуху. А урок мужества для сочинских школьников был посвящен сегодня двум эпизодам Великой Отечественной войны. Дню полного освобождения Ленинграда от блокады и 75-й годовщине окончания Сталинградской битвы. Уже совсем скоро мы будем отмечать 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день славы, гордости нашего народа, день наивысшего почитания поколения победителей. Хотелось бы также воспитать у молодежи бережное отношение к наследию Великой Отечественной войны и твердо противостоять попыткам переписать историю. Сегодня в Сочи 650 юнормейцев и более 2200 членов Союза казачьей молодежи Кубани. Присутствующие в зале ветераны верят, это огромная армия умного, сильного и здорового поколения патриотов. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.